МАЛЕНЬКИЕ НЕЧСТАТЕЛИ Всем большой привет, добро пожаловать на канал. И сегодня вас ждет обзор на самую горячую новинку этой осени среди кукол Low OMG Remix. Honeylicious. Куклы этой линейки безумно красивые. И очень сложно среди них выбрать кого-то одного. Ну а главной особенностью этой линейки является привязка к музыке. Музыка является неотъемлемой частью серии Low Surprise Remix. Подробно обо всем этом я рассказывала в своих прошлых новостных обзорах. Ну а если вкратце, теперь у вас точно будет повод оставить в доме еще помимо куклы и коробочку. Потому что она, подобно проигрывателю, будет воспроизводить музыку. В этом обзоре я вам как всегда расскажу об особенностях серии. Вы увидите в деталях все аксессуары, прошивку куклы и один лайфхак, который сохранит нервные клетки всем коллекционерам кукол с косичками. А именно, я покажу как раз и навсегда намертво скрепить косички куклы, чтобы они не распускались и не пушились на концах. Меня часто спрашивают, где я покупаю кукол. Я приобретала наших кукол в разных инстаграм-магазинах. А конкретно эта девочка ко мне приехала из инстаграм-магазина Low Surprise MSC. Этот магазин занимается продажей только оригинальных игрушек из Америки. В наличии всегда имеются последние новинки Low Surprise, Low OMG, куклы Na Na Na, игровые наборы, уже ставшие хитом куклы Rainbow High и многие другие. А выбрала я именно этот магазин, потому что помимо приемлемых цен на новинки, там куклы Low OMG серии Remix появились на несколько дней раньше, чем в других магазинах. Коллекционеры меня сейчас поймут, ведь всегда хочется заполучить желанную новиночку как можно быстрее. Оформление заказа происходит довольно быстро и отправка осуществляется прямо в этот же день. У магазина множество отзывов от маленьких счастливых покупателей, с которыми вы можете ознакомиться в актуальном. В инстаграм есть магазины с похожим названием, поэтому, чтобы не перепутать, переходите в магазин по моей ссылочке, которую я оставлю вам под этим видео. Упаковка кукол этой серии сильно отличается от своих предшественников. Теперь вместо каноничного арта куклы на коробке мы видим реальное фото куклы, хотя и с обработкой. На самой коробке есть декоративные надрывы, через которые видно цвет внутренней коробочки. Коробки Remix довольно увесистые. Если вы планируете заказывать кукол через сайт Amazon в Россию, то вам будет полезно узнать, что их вес составляет примерно килограмм 200 граммов. Ну а куколки третьей, второй и первой серии примерно весят 900 грамм. В правом верхнем углу есть расшифровка аббревиатуры LowOMG и надпись Remix. В верхнем левом углу написано, что нас ждет 25 сюрпризов. И в коробке есть отрывок песни. А также крутани пластинку, чтобы услышать музыку. Одним из слоганов этой серии является фраза «Живая музыка». И не зря изготовители выбрали для коробок стилистику винилового проигрывателя. Ведь именно виниловые пластинки были очень популярны с конца 19 века. Они выдавали высокое качество звука, и при этом для них не требовалась покупка дорогого оборудования. Многие ценители музыки до сих пор отдают свое предпочтение виниловым пластинкам, нежели компакт-дискам. Но сейчас за многие раритетные пластинки придется выложить кругленькую сумму. Ниже мы видим имя куколки Honeylicious. Она приходит со старшей сестрой куколки Honeyban. И внизу также есть надпись о том, что в коробке нас ждет два фэшн-лука, которые можно миксовать с ее подружками из этой же серии. С обратной стороны мы видим список песен из альбома, как это обычно бывает на обороте пластинок. Kitty K, Pop BB, Lone Star и Honeylicious. И внизу еще одна надпись, которая говорит нам. «Приобрети в коллекцию мою лучшую подругу, чтобы дополнить мой образ». То есть у одной из кукол в дополнительном чехле из-под одежды лежит наряд для Ханни. И забегая вперед, хочу сказать, что лучшей подругой для Ханни Лишес является Lone Star. И у каждой коробочки у NG есть ручка, чтобы удобно ее нести из магазина. Ну а теперь давайте же открывать. У кукол внутренние коробки разного цвета. У Ханни она голубая. Тут мы видим надпись «Ремикс», «Лол», отдельные строчки песен, виниловые пластинки, старые кассеты, а также фразу «Мы правим этим миром». Тут же лежит розовая пластинка, которая нам понадобится чуть позже, чтобы прослушать музыкальный сюрприз. На пластинке написано «Ханни Лишес» и название ее трека «Дамикс». Открываем коробочку. Мне очень нравится сочетание розового и бирюзовых цветов на коробке. И тут мы видим фото куклы. Снова ее имя и надпись «Мой Микс так быстро взлетает, что мне нужно перейти в режим полета». Ниже мы видим портрет Lone Star, который говорит нам о том, что она является ее лучшей подругой для обмена одежками. Мне очень нравится ее наряд. Принт ее штанов и топа похож на пиксели. С другой стороны мы видим сам проигрыватель. А вот здесь есть небольшие потайные отверстия, в которых прячутся коробочки с аксессуарами. Давайте же скорее посмотрим на куколку. Она потрясающе красивая. Это вторая шоколадка в нашей коллекции. Первая была «Энглс». Обзор на нее вы также можете посмотреть, пройдя по ссылочке под видео. Мне уже не терпится прослушать ее музыкальный сюрприз. Для этого нужно вытащить заглушку, поставить пластинку на проигрыватель и немножко крутануть по часовой стрелке. Супер! Я в восторге! Ее комната в ярко-розовых цветах. Вот все, что было в комплекте. В этой серии у кукол 3 чехла с одеждой. Начнем с аксессуаров. Лэптоп для микширования треков. У всех кукол от этой коллекции есть свой музыкальный атрибут. У Хани это голубой ноутбук. Красивые ярко-розовые очки с принтом пикселей на стеклах. Точно такие же, как у нашей Snowlicious. Круглые золотые серьги, на которых есть обозначение правый и левый. Золотой кулон на шею. Часы голубого цвета. Похожие есть у Добос. Розовые сетчатые на рукавнике. Обувь. Ее обувь это сникерсы на платформе. И теперь вместо штрих-кода мы видим что-то похожее на аудиокассету. Также здесь есть секретное послание. Каблуки у меня на подошве. Эта фраза ей очень соответствует, ведь это новая молд обуви. Таких еще у AMG не было. Я сначала думала, что это боты-неонки, но нет. Кроссовки у Neonlicious идут на цельной платформе, а здесь явный каблук. Ну а расцветка просто потрясающая. Она такая яркая. Теперь чехольчики. В этой коллекции их аж целых три штуки. В двух из них прячется оригинальный наряд от куклы, который мы видели на коробке. Ну а в третьем наряд для ее подружки. Начнем, пожалуй, с этого с надписью «Живая музыка». Это джинсовый наряд для ее подруги Lone Star. Юбочка прошита очень качественно. Я люблю джинсовую ткань, а на топе мне безумно нравятся маленькие бретельки с пряжками. Второй чехол. Внутри была джинсовая курточка с граффити. Она очень детализированная и имеет капюшон. Но он носит скорее декоративный характер и на голову куклы он не налезет. Джинс на юбке и куртке отличается. Контрастные рукава выполнены из атласной ткани. И в последнем находятся широкие штаны стиле «Милитари» или это же «Пиксели». Как вы думаете? Это гладкая атласная ткань. Сбоку золотая цепочка. Вот эти вот заклепки – это пояс. Но забегая вперед, хочу сказать, что он совсем не закрепляется. Так как там очень маленькие пришивные липучки, которые совсем не сцепляются между собой. Штаны мне очень понравились, как и образ в целом. Но я считаю, что курточка к нему будет лишней. Наверное, стоит ее смиксовать с нарядами от ее подружек. Также я почти забыла про журнал, в котором есть отрывок песни, звучащий на пластинке, который мы с вами слушали. Теперь сама куколка. Она безумно красивая. Мне нравятся эти яркие розовые контрастные косички. Но есть один минус. Они прошиты вне пробора. Эту особенность я видела на фото у всех кукол Хани Лишес. Если внимательно посмотреть, они как будто выбиваются из общего ряда. Ее прическа – это две крупные косы. Их я буду позже распускать и переплетать в другую прическу. Прошивки у куклы есть проплешины. Этим грешат все куклы Лоу ОМГ с косичками. Мне очень нравятся ее зеленые глаза и веснушки. Топик также из атласной ткани. Но трусики просто чудо. Они из трикотажа и у них сзади нет липучки. Маникюр у куклы ярко-розового цвета. Ну а теперь я покажу, как намертво скрепить косички кукле, чтобы они у вас не распускались. Я так закрепляла волосы у нашей SWEG. Вам понадобится термопистолет, 4 стержня клея и запас свободного времени. Вот и все. Работа довольно долгая. На SWEG у меня ушло часа 2-3. Но хочу сказать, что оно того стоило. Я косички закрепила полгода назад. И за это время кукла пережила примерки одежды, купания и активную игру. А распустили за это время всего 3 пряди. Ну а теперь посмотрим на ее наряды. Мне кажется, что эти передние прядки будут лишними. Я буду их убирать. И образ без нарукавников мне нравится намного больше, как и образ без куртки. Если эта куколка вам понравилась и вы хотите ее себе приобрести в коллекцию, ссылочку на магазин, в котором я ее покупала, я оставлю вам под видео. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А также поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok